Многие инфекционные заболевания имеют ярко выраженный сезонный характер распространения. Так, например, заболеваемость энтеровирусами обычно приходится на лето, а пик заболевания гриппом – на зиму, то есть на холодное время года. Сейчас на улице уже установились устойчивые положительные температуры, да и лето не за горами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие задаются вопросом, ждать ли нам проявления сезонных факторов в случае с COVID-19, пойдет ли вспыхнувшая зимой эпидемия на спад в летний период? Ответ на этот вопрос попыталась найти наш корреспондент Мария Шалованова. Исследователи COVID-19 разошлись во мнении, что способны справиться с эпидемией – жара или холод. Сама по себе природа коронавируса не изучена полностью, поэтому вопросов у специалистов пока больше, чем ответов. И если сейчас живучесть вируса в условиях низких температур можно изучить лишь в лабораторных условиях, то его развитие в теплое время года уже вовсе изучается в естественных. На улице температура повышается, поэтому совсем скоро мы узнаем, как именно реагирует вирус на жаркие летние дни и воздействие солнечного света. Многие эксперты предполагают, что в теплое время года пандемия пойдет на спад. В европейской части уже с мая месяца инсоляция будет достаточно, чтобы существенно придавить этот вирус, даже если он вызовет эпидемический процесс. Опытным путем доказано, что инсоляция, воздействие солнечного света, подавляет вирус очень быстро. По словам ученых, при температуре в 21-24 градуса и 80% влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты. При этом, если он уже проник в организм, ни солнце, ни жара не способны убить вирус. А вот защитить человека от заражения возможно. Скорее всего, хорошая погода и лето, это скорее факторы, которые должны действовать против вируса. Не потому, что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. Но иммунитет летом, люди реже могут дальше уходить друг от друга на такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой. Но насколько эти экспертные гипотезы подтвердятся на практике, пока никто сказать не может. Однако уже сейчас точно известно, что индивидуальные средства защиты, социальная дистанция и минимизация личного общения с людьми – это практически стопроцентная гарантия полной сохранности своего здоровья в период пандемии COVID-19.